Новое видео выходит каждый день в 20.00 Вопреки всем ожиданиям самого лучшего пиар-менеджера современности Коленьки Бурцева, самперы это отнюдь не самая лучшая, самая добродушная и самая преданная аудитория в мире. Скорее, наоборот, это одна из самых худших аудиторий компьютерных игр. Ведь посудите сами, порог вхождения в самп-то он минимальный, но что вам нужно иметь для того, чтобы поиграть в самп? Мамин ноутбук десятилетней давности и всё? Ну а что ещё-то вам нужно? Возможно, конечно, можно купить лицензионную GTA San Andreas в стиме, и тогда вы потратите хоть какие-то деньги для того, чтобы поиграть в GTA San Andreas по сети, а однако же лицензионная версия GTA San Andreas, ну, хромает по геймплею, так сказать, ведь там присутствует огромнейшее количество багов. Могу вам смело заявить, как игрок лицензионной версии GTA San Andreas в стиме, и в самп играть с такой версией GTA San Andreas крайне сложновато без даунгрейда, поэтому мало кому бы мог посоветовать. Ну так вот, по итогу мы получаем низкотребовательную игру с низким порогом вхождения, и как вы думаете, кто же будет играть в такую игру? Она бесплатная, она нетребовательна к железу, и это GTA. Ну вот кто может играть вот в такие игры? А тем более, кто может смотреть видосики дебильчиков с ютуба? Ну вот вы лично, как думаете? А тут думать, впрочем-то, и не надо. Заходим в комментарии к популярнейшим самп-ютуберам и смотрим. О-о-о, Владислав Павлов, дай 200 рублей. О-о-о, Брулёв, я первый. А-а-а, выпуск новостей, кончай мне на лицо. Ну что-то наподобие того. И меня от этого максимально воротит. Ведь поднять большой пласт аудитории, если ты озвучиваешь непопулярное мнение и говоришь правду, ну слишком сложно. А тем более, если ты не подлизываешь каким-нибудь ютуберам, которые популярнее тебя, как, допустим, делает тот же самый Брулёв. Это крайне сложно добиться каких-то высот. Тем более, что эти самые дети смотреть тебя не будут. И вы знаете, я только недавно начал ценить всё, что я имею. Всех вас, вот, людей, подписанных в данный момент на мой канал. Вот эти 70 человек, наверное, практически все, если не все люди подписаны на этот канал, это достаточно адекватные люди, у которых мнение либо частенько совпадает с моим, либо полностью совпадает с моим по многочисленному количеству вопросов. Однако же, вы знаете, я вот не так давно заметил, какие люди посещают мои стримы на постоянной основе. И меня прям взяла такая гордость, ведь эти люди, они в большинстве своём пишут грамотное предложение. Грамотно составленное предложение с законченной мыслью. Могут порофлить там, типа на стриме, и многое другое. А вот заходишь в чат какому-нибудь Брелкову, вот этому вот Сашеньке, или как его там зовут, Стёпа, я не знаю. Напишите в комментариях, возможно, Светлана его зовут, я не знаю. Или там к Делорензи, и тебе сразу всё понятно. Когда человек пишет слово «Привет», и, блядь, в нескольких несложных буквах совершает 600 ошибок, ну, как-то, ну, чё-то какой-то пиздец. А тем более, когда какой-нибудь сам ютубер, лидер мнений, кидает ссылочку в чат на ролик, и говорит «Так, работяги, давайте-ка наставим дизлайки, так сказать, или, ну, знаете, забаньте детдомовца», тут сразу всё становится понятно. И, наверное, спрос рождает предложение, нежели наоборот. И вот эти ютуберы, они задали такую вот планку, планку вот такой вот деградации и мракобесия. И на это подтянулись дети. Видите, делая они какой-то другой контент, подтянулись бы совершенно другая аудитория, про которую я уже сказал. Я могу даже сейчас озвучить людей, которые на постоянной основе посещают мои стримы, и которые адекватны. Спасибо вам большое. Двенди, Оскар, Плеймана, Нафталин и многие другие люди, про которых я ещё мог забыть. И это прям охуительное вот комьюнити именно на стримах. Они прям, ну, спасибо вам большое. Действительно, я вот так смотрю за тем, какую аудиторию я собрал вокруг себя, и говорю «Господи, как же охуенно, что у меня вот на основном канале 7 тысяч подписчиков, а не, допустим, 50». Потому что смотришь за тем же Мао Демиана, ты понимаешь, ну, просто, просто вот у него на лице написано «Я ебал, меня сосали». Ой, неважно. Ну, блин, я вообще не понимаю. Ой, блядь. Просто люди, вот Мао Демиана, вы можете зайти под тот ролик, вот, который был посвящён Мао Демиана, и посмотреть, что там писали его люди. Это просто невозможно. Ой, блядь. Мало того, что люди не знают про элементарные знаки припинания по типу запятых, они не знают про точки в конце предложения. Ой, господи. И я думаю, блядь, как же хорошо, что вот, ну, у меня такая маленькая аудитория. Разумеется, я зарабатываю меньше, чем мог бы, если бы у меня была армия вот таких вот даунов, которые пойдут за мной на тот сервер, который я скажу. Но, понимаете, деньги, они рано или поздно тратятся. А адекватной аудитории, тем более в Сампе, её очень мало. И действительно спасибо вам, вот, тем людям, которые меня смотрят. И, пожалуйста, если вы видите, что какой-то человек в комментариях или ещё где-то, блядь, неадекватит, ответьте ему, пожалуйста, адекватно. Таким образом вы покажете, что я вас воспитал хорошо. Ну, можно, это, конечно, не в прямом смысле в переносном, но... Это я могу поадекватить, я прямолинейный, искренний человек. Вы, там, вскрываете эмоции за вот этими вот... Как бы, слова, они же не передадут ваших эмоций, только если вы там как-нибудь не капсите и так далее. Ну... Ой, ладно, чуваки, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Спасибо за то, что вы меня смотрите. В самом деле, оставайтесь такими же адекватными, авторитетными, объективными и неподкупными. Но я хочу вам напомнить, что вы таковыми становитесь только после того, как подписываетесь на мой вот этот вот второй канал, Задан Семён 2. Если вы не подписаны, то даже если вы в комментарии пишите что-то адекватно, там, подбираете знаки припинания, ставите их как минимум... Ну, ты понимаешь, вы не объективный, не авторитетный, неподкупный зритель. А вот если вы подписались на канал, а тем более, если вы оформили спонсорскую подписку и начали смотреть сюжеты первым, то тут, конечно, да. Ладно. Всем огромнейшее спасибо за просмотр данного видеоролика. Это такая вот благодарность аудитории за то, что я нашёл вас, а вы нашли меня. Большое спасибо. Всем пока.